Ну, вкусненько тебе? Вкусненько. С ласточки. Именно так зовут эту грациозную лошадь. Начинается история верховой езды пары из Мычкапского района. В дальнейшем Иван планирует на ней обучать конным прогулкам всех желающих. Она слишком забалованная, слишком зацелованная. Ее слишком сильно любили, гладили, ходили. А они тоже наглеют. Они должны знать, лошадь должна знать, кто хозяин. В мае этого года Иван и Екатерина переехали на Тамбовщину из Москвы. И сразу же принялись за дело. Купили лошадь, а после и милую пони по имени Мечта. По мнению пары, она станет верной помощницей маленьким посетителям. А в будущем занятия на ней будет проводить Екатерина. Понечка у нас хорошая, очень понимающая, но с ней тоже надо заниматься, потому что доверить ребенка, подготовить надо тоже животное. Но она понятливая, она много чего знает, она все понимает, она добрая. Почему пара из Москвы променяла столичную жизнь на просторы Тамбовской глубинки, а манеж для верховой езды стал смыслом жизни? Ответ прост. Детская мечта Екатерина и желание Ивана заниматься хозяйством. Сколько себя помню, всегда мне все хотелось к ним. Все игрушки лошади, все картинки лошади. И как только я чуть-чуть повзрослела, сразу я нашла конюшню, где я могла помогать, подрабатывать. И вот так дальше, в зависимости от каких-то семейных и жизненных обстоятельств, нет-нет, я все равно к этому возвращалась. Пока эта территория условно обозначена столбиками. Но уже совсем скоро на этом месте обоснуется манеж. В нем пара будет проводить занятия по верховой езде. Закончить строительство Иван и Екатерина планируют уже к следующему лету. Мы здесь будем строить манеж для выгула лошади. Получается, он будет также с цифрками, чтобы можно было спокойно обучать лошадь. Содержание лошадей и пони обходится недешево. Особое внимание необходимо уделять корму. Готовь сани летом, а телегу зимой. Это означает, что все нужно делать заранее. Так и наши герои заблаговременно заготовили сено, чтобы кормить своих животных. Как говорит Иван, чтобы не спали штаны, пара купила три коровы и кур, чтобы параллельно реализовывать молочную продукцию. Елена Першина, Михаил Мальцев, Евгений Мещеряков. Область новостей.